Счастливого Нового Года и Рождества! Пусть в вашем доме всегда звучит смех, наполняющий сердца теплом и уютом. Всегда ваш Аквафон. В Абхазии первым, кто предоставил нам возможность пользоваться мобильной связью, была компания Аквафон. Произошло это 14 лет назад. Срок, который в наше стремительное время уже становится историей. За плечами большая работа. От строительства первой базовой станции до развернутой сети по всей стране. В начале абонентов было немного, и станции справлялись с первоначальным объемом звонков. Но это продолжалось недолго. Рынок мобильной связи увеличил свои объемы, так как спустя короткое время после начала работы Аквафон существенно снизил цены на свои услуги. Результатом новых тарифных предложений стало многократное увеличение количества абонентов. Этот импульс стал поводом к расширению возможностей пропускной способности сети Аквафон. Тогда качественно поменяли характеристики сети, было установлено более 50 новых базовых станций. И на тот момент это было существенное финансовое вливание в обеспечение технической базы Аквафон. Надо сказать, что особенность мобильной связи – это быстрая эволюция отрасли. То есть даже самое надежное оборудование, установленное в соответствии с самыми качественными запросами, неизбежно требует периодического обновления. Технологии развиваются быстро, появляются новые мобильные устройства, нагрузка на сети постоянно увеличивается. Пришло время одномоментно обновить оборудование и полностью заменить базовые станции всех трех поколений. Проводить эти работы на действующих базовых станциях и в техническом сердце Аквафона на оборудовании голосового и пакетного ядра – дело нелегкое. И тут справедливости ради надо сказать, что работы эти очень масштабные, ведь речь идет не только о замене, но и расширении возможностей сети. Аквафон планирует предоставлять услуги, реализованные на совершенно новом для нашей страны уровне. За историю существования Аквафона уже 14 лет мы на этом рынке, Аквафон проводил периодически разного рода модернизации. Мы вообще начинали в 1953 году с небольшого коммутатора емкостью 10 тысяч абонентов. И со временем, естественно, после роста ради сети и увеличения количества абонентов, этой емкости перестало хватать, и первая модернизация заключалась для нас в то время достаточно крупномасштабно. Это замена коммутационной части оборудования на более емкую, которая позволяла уже коммутировать более полумиллиона абонентов. Далее, по ради сети, из года в год, каждый раз мы расширяли сеть. Это оборудование в основном было GSM, это оборудование первой и второй версии. И в 2008 году мы впервые начали внедрять в сеть оборудование 3G. Это наиболее продвинутое оборудование, которое можно использовать для передачи данных. То есть уже наш абонент мог не только разговаривать по своему телефону, но и имел возможность достаточно с хорошей скоростью заходить в интернет, получать данные, осуществлять видеовызовы и тому подобное. Как и во всем, и в мобильной сети, и тем более с большим темпом, и происходит модернизация у самих производителей этого оборудования. И мы каждый раз закупали новое, но, естественно, и старое оборудование тоже оставалось в сети. И вот сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам было принято решение провести глобальную модернизацию с переходом на другого производителя. Технически это степень высшей категории сложности. Ведь приходится менять оборудование, устанавливать новое, не отключая имеющееся, чтобы у абонента в Аквафон, хоть и с некоторыми сложностями, но по-прежнему была возможность быть на связи. Такая глубокая модернизация совершенно безболезненно проходить просто не может. Сложность своей процедуры связана с тем, что надо его полностью отключать и менять на другое. Процесс очень сложный, но мы сделали все для того, чтобы оно наименьшим образом отразилось на наших абонентов. Если все равно она вызвала некое недовольствие, то мы приносим свои изменения. Мы постараемся в ближайшие годы улучшением качества смягчить ваше отношение к нам. Алло! Алло! Разговор опять прервался. Связь то исчезает, то появляется. Алло! Даже выйдя из автомобиля, есть риск оказаться в мертвой зоне, где доступны только экстренные вызовы. Несмотря на все меры, принимаемые Аквафон в техническом и организационном плане, в период проведения модернизации, абоненты могли наблюдать временные перебои в работе сети. Эти издержки неизбежны ввиду сложнейшего процесса полной замены оборудования по всей стране. Весь год шла напряженная работа по замене устаревшего, даже не физически, а скорее морально прежнего оборудования, на новое, более мощное и отказоустойчивое. Оборудование меняется полностью, причем замена происходит на работающей сети. Абоненты при этом продолжают звонить и пользоваться передачей данных, отправлять и получать файлы. Аквафон не останавливает обслуживание своих абонентов, и именно поэтому модернизация сети – это непростая задача. Для ускорения процесса одновременно обновление велось во всех районах Абхазии. А для того, чтобы снизить уровень издержек функционирования сети в период модернизации, специалисты ввели работы на 4-5 станциях с разом. Все работы по обновлению ведутся как силами собственных сотрудников, так и привлеченных специалистов в компании производителя нового оборудования. В большинстве случаев специалисты сначала ввели монтаж нового оборудования, а затем демонтировали прежнее. Все у нас шло по определенному плану, по определенной схеме. То есть мы не могли выключить все базы и станции одновременно. Мы выключали их по нашему определенному плану, чтобы минимизировать потери в предоставлении услуг связи и передачи данных. То есть того же самого интернета. Специалисты, монтажники, высококвалифицированные, они приезжали на площадку, имея техническое задание, то есть понимание, что им нужно выполнять конкретно на площадке, и оборудование. Им давался какой-то определенный временной интервал, в течение которого они должны были выполнить эту работу. Работа отягощалась разными факторами, но самый такой серьезный, который нам мешал, это погодные условия. Вся эта работа проводилась на работающей сети. И для того, чтобы минимизировать всякие потери, которые возникают в этой процедуре, вот ночью, когда минимум пользователей, проводилось обновление программного обеспечения или какой-то там перезалив какого-то еще дополнительных программных ресурсов. Да, я хочу выразить благодарность всем сотрудникам, которые приняли участие в работе по модернизации сети. И вот могу сказать, что в том секторе, где я работаю, все сотрудники приняли активнейшее участие. И, ну, скажем, они не останавливаются, что если там 18.00, нужно идти домой. То есть они выполняли работу столько, сколько это нужно, сколько требовалось. Мы, абоненты сотовой связи, пользуемся ею и никогда не задумываемся о том, какая огромная система обеспечивает эту самую связь. В нее входят не только компьютеры и специальные контроллеры. Здесь работают сотни базовых станций, основа сотовой сети. А их чуткие антенны позволяют нам совершать звонки и заходить в интернет практически в любом населенном пункте Абхазии. Разного рода работы на своих вышках Аквафон проводит регулярно. И это обновление базовых станций всегда осуществляется точечно. То есть они не влияют на работу сети ни в районах, ни в городах Абхазии. Все обновления проходят почти незаметно для абонентов первого мобильного оператора. Но в этом году руководством Аквафон было принято решение о замене оборудования по всей стране одновременно. В каждом городе, в каждом населенном пункте Атенгура до Псоу. Данное технологическое обновление сети самое масштабное в истории компании. И в целом внедрение этого решения лежит в рамках стратегии технологического лидерства. Аквафон на рынке связи. Проект такого масштаба проводится компанией Аквафон впервые с момента основания. Замене подверглись как крупные сетевые элементы уровня ядра, так и все базовые станции республики. Новая сеть реализована на платформе Атай, которая характеризуется повышенной масштабированностью, отказоустойчивостью, управляемостью. В разы возросла пропускная способность. В сети также применены новые транспортные решения. Новейшее оборудование позволит в кратчайшие сроки внедрить самые современные услуги и технологии связи. Уже сейчас жители Сухума могут воспользоваться технологией LTE Advanced и получить услуги, ранее доступные только пользователям сети фиксированной связи. Пользуясь моментом, хотел бы выразить благодарность команде, осуществлявшей проект СВОП, за проделанную работу. Только ваши глубокие знания и профессионализм позволили успешно выполнить проект в поставленные сроки. Также хотел бы поблагодарить абонентов за терпение и доброжелательность. Несмотря на все приложенные нами усилия, избежать перерывов связи было невозможно. Большое спасибо. Мы работаем для вас. Компания работает над постоянным улучшением качества сервиса, ведь требования к первому мобильному оператору, как к надежному и верному партнеру, становятся все более строгими. Именно поэтому Аквафон не останавливается на достигнутом, постоянно улучшая качественные характеристики своих услуг. Преимущество процесса модернизации в том, что он позволит поднять уровень сервиса на качественно новый уровень. Это более высокая скорость интернет-доступа и улучшение покрытия сети. И самое главное, вся техника, которую устанавливают сотрудники Аквафон, является новейшими образцами крупнейшего производителя оборудования, лидера мировой телекоммуникационной отрасли. На сегодняшний день нами успешно завершены работы полностью по восточному региону и по центральному региону. И завершена замена оборудования по Гудаутскому району, по Питсунге, включая Ульцинское ущелье, Ульцинское ущелье и Цандрипш. Остался, собственно, город Гагра. Сейчас предстоит нам задача на следующий год, это оптимизация тех районов, на которых выполнена замена оборудования и замена оборудования города Гагра. Ну, Гагру мы отложили еще и по причине того, что мы его не хотели пройти бегло, потому что в Гаграх у нас есть определенные проблемы из-за очень сложного рельефа. Планы у первого мобильного оператора и правда грандиозные. Уже полностью завершены работы в столице и восточной части Абхазии. Еще какое-то время понадобится на Гагру, и тогда все новшества будут доступны в полном объеме. Значительно увеличено количество базовых станций как в городах, так и сельской местности. Особое внимание будет уделено ЛТЕ, в результате чего будет увеличена пропускная способность и надежность сети Аквафон. Эта работа позволит базовой станции обслуживать больше абонентов, повысит качество голосовой связи и мобильного интернета. При успешном осуществлении обновления и внедрении новой стратегии, мы как абоненты получим качественно новый уровень связи, соответствующий последнему слову в отрасли связи. Каждый сотрудник Аквафон, а их в компании более 300 человек, настоящий участник команды, которая ежедневно работает над тем, чтобы мы с вами всегда были на связи. Прогнозируемые результаты работы, проводимой сотрудниками первого мобильного оператора, модернизированная сеть, которая выведет связь Аквафон на качественно новый уровень. И именно для того, чтобы уровень предоставляемых в Абхазии услуг связи соответствовал современным мировым стандартам, Аквафон стремится идти в ногу со временем и не останавливается в своем развитии. Это очередной рубеж, к которому коллектив Аквафон подошел сплоченной командой единомышленников, способной выстроить надежную сеть нового поколения. Счастливого нового поколения Пусть в вашем доме всегда звучит смех, наполняющий сердца теплом и уютом. Всегда ваш Аквафон.